Друзья, всем доброе утро. Продолжаю свой паскад. Я уже рассказывала, что у нас есть такая программа, делали мы в Тайванде, в Индии, планировали в Греции в апреле, но вот не состоялась она по известным причинам. Может мы ее сделаем в Турции в апреле или в мае 2021 года, дай бог ее не закроет и можно будет туда прилететь из разных стран. И вот этот каскад в полной мере мне никогда не получалось делать, потому что когда проводишь программу, сработаешь с людьми, такой возможности обычно нет. А сейчас, слабо хвилел, как говорится, очень трансформационный год, многолонных затмений, много всего происходит на планете, полнейшая трансформация, изменения всего и вся. И, конечно, за этим нужно или поспевать или, как говорится, можешь выпасть в осадок. Вот. И бог мне шепнул, что пора этим заняться и дал мне такую возможность. И сейчас получается, у меня четырехдневка, то есть сухое голодание. День голодаешь, два ешь, два голодаешь, три ешь, три голодаешь, четыре ешь. Вот я зашла на четырехдневку, у меня сегодня второй день. Что происходит интересного? Интересно то, что когда начинаешь употреблять жидкость и еду, вот буквально на второй день уже есть неохота. Хочется опять зайти в голод. И вот сейчас, когда должно было быть четыре дня, еды у меня получилось три. Просто уже не лезла, честно говоря. И это радует, потому что меня очень интересует тема автономии, вы знаете. И хотелось бы, конечно, очень сильно минимизировать количество еды, как можно больше сделать чистых дней. Ну то есть, дней можно называть сухое голодание, но как бы сухое голодание кому-то не нравится, что-то там подразумевает. Для меня нормально, но будем называть чистыми днями давайте. Вот как это сейчас принято. Модно называть. Вот, чистые дни мне очень нравятся. Что я заметила? Когда, вот уже знаю, что завтра захожу в чистые дни, такое чувство радости, блин, ну это просто капец какой-то. Делаю прям генеральную уборку на кухне, все убираю, вычищаю мойки, там мойку, там блендер. Все помыла и все блестит чистота. Ничего, чистая кухня пустая. Боже, как мне это нравится, ребята. Вы себе не представляете. Когда кухня чистая и здорово до такой степени, что ты не тратишь на это время. Конечно, сейчас есть возможность. Поехали тут на троечину, закупили и фейхуа, и комкват. Вот то, что люблю. И в промежутках, когда питание, стараюсь, чтобы это была высококачественная, хорошая еда, хорошая еда. Ну, а так вот прям жду эти дни. И вот, ну, классно. То есть, состояние классное. Нет вот этого, знаете, чувства. Ну, быстрее бы, быстрее бы уже прошло. Ну, когда уже пить и есть? То есть, появляется чувство кайфа. То есть, ты кайфуешь не от еды, а кайфуешь больше в те дни, когда ее нету. И это состояние меня радует. Очень сильно радует. Я рада, что он у меня появилось. Хочется его удержать как можно дольше. Появилось какое-то внутреннее спокойствие. Да, конечно, жизнь все равно где-то что-то подбрасывает. Но обычно, когда вот голодаешь насухо, особенно в длительные дни заходишь, уже там начинает колбасить не по-детски. Не знаю, может, как я на пятерку зайду там. Или дальше пойду. Не знаю еще, как это будет. Смотрю по ситуации. Посмотрю. Вот. Не знаю, как это будет. Да, тоже сдергивает. Но как-то быстренько возвращаешься. Все равно это состояние баланса. Это хорошо. Конечно, то, что общаешься с природой, на природе, вот эта красотища вся эта вот здорово. Вот. А и по поводу сна. Тоже вот все тут носятся с этой депривацией. Я решила с ней не носиться. Вот. Вот как назло. Как только я себе ее задумала, в плюхах хомяк. Обычно на сухих днях вот там час-два-три поспишь и потом вот гуляешь. И всегда, ну как бы, ну чем его заняться? Да, уже все надоедает. Тут себе на ночь напланирую. Книжек пораскладывала всего. В плюхах хомяк. Вот. Поэтому, ну, как-то так. Ладно. Расскажу потом, что у меня будет получаться. Всех обнимаю. Пока-пока. Все на прогулку идите. Очень шикарная, классная погода. Красотища. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok